Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Турк осудил волну российских ударов по Украине и призвал Москву немедленно прекратить атаки. Об этом сообщает The Guardian. Турк сказал, что ошокирован еще одной серией ударов ракетами и беспилотниками и отметил, что международное гуманитарное право четко запрещает атаки, намеренно направленные на гражданские объекты. Но Россия пока еще чувствует себя свободно, убивая невинных людей в Украине и за ее пределами. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Накануне украинская сторона и 30 стран-членов Организации Объединенных Наций инициировали экстренное заседание Совета Безопасности. Обсуждали наиболее массированную воздушную атаку России по территории Украины. Кислица заявил, что Российская Федерация совершила одну из наиболее интенсивных и масштабных атак с использованием ракет и беспилотников. Целью были жилые районы, критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты по всей территории нашего государства. Вы только посмотрите на список целей, которые были так смело уничтожены Россией прошлой ночью. Родильное отделение, образовательные учреждения, торговый центр, 45 многоэтажных жилых домов, частные дома, две церкви, склады, а также паркинг. Учитывая сообщения о попадании российской ракеты в воздушное пространство Польши во время российского удара, мы снова повторяем, что российский воздушный террор несет опасную угрозу не только Украине, но и соседним странам. Единственный способ предотвратить его последствия – продолжать поддерживать Украину путем дальнейшего укрепления нашей обороноспособности. Россия целенаправленно пыталась отвлечь мир от своей подготовки к массированной атаке Украины. Об этом заявил советник-посланник миссии США при ООН Джон Келли накануне воздушной атаки. Россия организовала заседание Совбеза ООН, на котором обсуждались события революции достоинства в Украине. При этом на неформальное обсуждение Кремль пригласил обвиняемых по делу расстрелов активистов на Майдане, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-командира Харьковского Беркута Дмитрия Сабину. По словам американского представителя, это заседание было абсурдным. Келли подчеркнул, что позиция его страны остается неизменной. Путина необходимо остановить. Два дня назад Российская Федерация организовала заседание Совета Безопасности, чтобы вспомнить о событиях десятилетней давности. Россия заявила, что обсуждение революции достоинства позволит членам Совета лучше понять, как эти события повлияли на нынешнюю ситуацию в Украине. Именно на это Россия отвлекла внимание Совета, пока планировала свою крупнейшую воздушную атаку на Украину, ее города и критическую инфраструктуру с начала незаконного полномасштабного вторжения. Мы обратились ко всем членам Совбеза, чтобы они присоединились к нам и решительно осудили эту отвратительную атаку на города и гражданскую инфраструктуру по всей Украине. Генеральный секретарь ООН решительно осудил российскую атаку 29 декабря по Украине. Как сообщил представитель Антонио Гутерриша, Стефан Дежарик, генеральный секретарь акцентировал внимание на гибели и ранении большого количества гражданских лиц и осудил атаку России на гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Массированный удар России является напоминанием о том, что диктатор Владимир Путин хочет уничтожить Украину и его нужно остановить. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Он также добавил, что если Конгресс США не одобрит новое финансирование помощи Украине, то страна не сможет продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, которые необходимы для защиты украинского мирного населения. По его словам, ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Они затрагивают и весь Североатлантический альянс. Это суровое напоминание всему миру о том, что после почти двух лет этой разрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и поработить ее народ. Его необходимо остановить. Конгресс должен сделать шаг вперед и действовать без дальнейших промедлений. «Мы не можем подвести наших союзников и партнеров. Мы не можем подвести Украину. История сурово осудит тех, кто не откликнется на призыв свободы». Джо Байден. Президент США. Лидеры стран мира также отреагировали на массированную ракетную атаку России по Украине. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ракетную атаку россиян трусливой и отметил, что Брюссель будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич считает, что предоставление Украине всей необходимой финансовой и военной помощи – это единственный способ предотвратить атаки на украинские гражданские объекты и прекратить войну. Премьер-министр Эстонии Кая Калас назвала атаку россиян массовым военным преступлением, считает, что цели России остались неизменными – это уничтожение Украины. По ее словам, поддержка Украины имеет решающее значение для европейской глобальной безопасности. Президент Молдовы Майя Санду выразила сочувствие всем пострадавшим и соболезнования родным и близким погибших. Она подчеркнула, что массированная атака Российской Федерации по Украине доказывает необходимость укрепления возможностей украинской противовоздушной обороны. Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что Киеву необходимо финансирование, чтобы он мог продолжать сопротивляться российской агрессии в 2024 году. Это то, что сегодня утром украинцы видят на своих телефонах. В результате миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах, пока Россия запускает ракеты по всей стране. Украине прямо сейчас необходимо финансирование, чтобы продолжить борьбу за свободу от этого ужаса в 2024 году. Бриджит Бринкс, посол США в Украине в соцсети X.